Привет! Мы находимся в Словении в месте Порта-Рош. Именно здесь известный всему миру вихтсмен Родион Лука, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, презентует свою новую лодку под названием L-30. Мы старались продумать каждую мелочь, начиная даже от уток, креплений, в гоночном варианте они так поворачиваются, ни за что не цепляются. Ну и с кормы, если мы пойдем, у нас здесь бешевая, то есть когда вы летом покупались, сполоснуться душем, степеньки раскладные алюминиевые выдерживают 150 кг. Два пера руля, для того, чтобы под креном не ловить брочинги, очень удобно управляются. Также в слабый ветер и даже в средний можно пользоваться, уменьшать площадь пера руля. То есть в гонке ты всегда наветренное перо можешь поднять, это не штрафуется и в России. Рули сделаны алюминиевые, очень у нас хороший опыт по бальнерам, сфатинайнерам. Два штурвала сделаны для того, чтобы уменьшить пространство в компике. Несмотря на то, что руль бель маленький, когда он поворачивается вправо-влево, он всегда за ноги цепляется. Поэтому два штурвала на самом деле уменьшают пространство. Здесь у нас проход 60 сантиметров, здесь можно поставить столик. 10 человек могут нормально посидеть, провести время. Большие круизные лодки, у них намного меньше кокпит, чем на этой спортивной яхте. Еще один нюанс такой, что мы видим здесь у нас в кокпите по центру нет стопора, гикошкота. По центру ты не спотыкаешься, гикошкоты утоплены, мы можем всегда сдвинуть в сторону, и у вас есть много пространства. Здесь мы управление двигателем, вперед, назад. За счет того, что у нас есть каретка на мачте, это немножко удорогажает лодку. Мы видим здесь, то есть гик у нас всегда на гике находится, сверху кладется чипол, можно поставить лезипэк, не проблема. Битевые аккумуляторы, и в общем-то это очень чисто, не надо масло менять, не надо консервировать на зиму. Здесь у нас находятся резервы для питания. Многие спрашивают электромотор, как нам далеко ходить. Вы берете, покупаете себе генератор, специальной мощности, это полкиловатта даже в час. Он кладется в этот люк, его можно всегда завести, заряжать свои батареи при необходимости, у вас какой-то длинный переход. При этом лодку можно оборудовать стандартным дизелем, Ломбордини или Янмар. У них сейл-драйв под водой такой же, как у электрического мотора. И по весу они приблизительно одинаковые, поэтому лодку можно заказывать с дизельным мотором. Трим-там. Таким образом, смещаясь вперед, у нас регулируется он двумя веревочками здесь. Наветр ему потянул, тряпта повернулся. Также для того, чтобы лодку вытащить из воды, мы можем ее поднять трейлером. Но если, к примеру, нет подходящего слипа, лодка легко поднимается с помощью крана. Вот такая штука. Вкручивается сюда. И лодку мы поднимаем обычным краном, который поднимает звездники, драконы. Центр тяжести яхты находится вот в этом месте. Стропа идет немножко в сторону от мачты. Стрела крана не цепляет мачту. И две стропы, даже бакстага, идут на корму. Таким образом, за три точки поднимается лодка. И вам не надо заводить стропы каждый раз и так далее. Ну и на носу у нас пушпринт подвигается автоматически. Еще классная вещь, что мачта может заваливаться. То есть для того, чтобы снять мачту, у нас есть специально алюминиевые приспособления. Мачта заваливается, можно даже на воде это сделать. Она транспортируется на трейлере. Это самая лодка, самая оптимизированная по расходам на содержание. Подъемный киль, трейлерность. Ты не зависишь от крана, при этом она удобная внутри. Ты стоишь там в полный рост. Всегда можешь там ночь-две переночевать при желании. И в то же самое время, аналогов в мире не существует такой лодки, чтобы она была в то же время и трейлерная, и комфортная внутри, и быстроходная. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»